Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами опять же мукпанг. Я недавно встала и уже нарядилась, делала себе кудри, мейк и так далее. Также я сама приготовила себе блинчики. Блинчики я буду кушать с нутеллой. Еще также приготовила фрукты, это банан и ежевика. Обожаю! Также будем с вами болтать. Блины я делала в первый раз в жизни. Они у меня получились очень-очень толстые. Вот. И маленькие. Не знаю, как мама их делает настолько прозрачными, настолько тоненькими, но у меня это не получилось. Вообще, это мой любимый деликатес, который можно приготовить дома из сладкого. Я считаю, что нутелла очень хорошо сочетается с фруктами, сочетается с блинчиками. Вот так вот это будет просто. Пальчики оближешь. Не знаю, удастся ли мне съесть все блинчики, но я буду стараться. Вы не представляете, как это вкусно. Также подготовила ведро чая. Все как я люблю. Обалденно. И давайте отвечать на вопросы. Я заметила, что некоторые девочки обижаются на то, что... Я не успеваю отвечать на некоторые вопросы, но вы меня тоже поймите. Вот я ставлю пост, и там появляется 300-400 вопросов. Я чисто физически не могу в одном видео охватить все эти вопросы. Тем более сейчас видео снимаются наперед. То есть вот это видео, которое я сейчас снимаю, вы увидите где-то через 3 дня. Через 3 дня. Поэтому учитывайте эти моменты и относитесь ко мне с пониманием. Я вас очень сильно люблю, и вы это знаете. Но просто с каждым днем вас становится все больше. У меня уже 40 тысяч подписчиков. Это реально очень круто. И давайте перейдем к вопросам. Очень много вопросов про Фатю. Почему Фатя не снимает совместное видео со мной? Я уже устала всем говорить. Она уехала в Турцию. Сейчас уже приехала. У нас скоро будут совместные видео. Я уже настолько привыкла снимать одна. Уже подобрала ракурс. Но все равно, знаете, как-то с Фатей, мне кажется, веселее, интереснее. Вот просто блины не люблю. А с такой начинкой самое то. О чем будет завтрашнее видео? Я хочу снять мимозу. Салат мимозы я очень люблю. И тем более не было. Вот моя бы воля, я бы каждый день снимала пиццу. Вот каждое видео пицца. Потому что я обожаю пиццу. Могу ее есть каждый день. Особенно от Папы Джонанс или Доминос. Вот не люблю. Вот в обычных этих наших азербайджанских ресторанчиках. Там пиццы какие-то, знаете, странные, недосоленые. Не очень люблю. Специально, вот, приготовила для вас пластмассовую вилку, чтобы не раздражать. Давайте вот прям так. Итак, давайте следующий вопрос. Есть ли у тебя цель? Конечно, есть. У меня появилась новая цель. Я хочу до конца августа набрать 60 тысяч подписчиков. Это реально очень много. И обычно у меня за месяц набирается 10 тысяч подписчиков. А тут цель 20 тысяч. Но я буду стараться. Надеюсь, что это у меня получится с вашей помощью. Я стараюсь много снимать. Чтобы зрителям было и интересно. И постоянно был материал. Как только вы зашли на мой канал, чтобы вы могли увидеть новое видео. Есть ли люди, с которыми ты поссорилась и до сих пор не общаешься? Да, конечно, есть. А у меня была подруга, с которой я сейчас не общаюсь. Вообще не общаюсь. Да и много таких людей. Мне кажется, у всех в жизни есть люди, с которыми мы когда-то общались. А потом перестали общаться. Например, у меня была девочка, с которой я дружила. И так получилось, что у нее был срез. Срез это она не смогла сдать экзамен. Ей нужны были деньги. Это было где-то 4 года назад. Ей нужно было 300 монат. А нет, 350 монат. Я нашла эти деньги, я ей дала. Но я ей сказала, что... Эти деньги не мои, действительно не мои были. Я тоже их взяла у человека. Но потом в результате она решила, что их мне вообще отдавать не нужно. Поэтому я никогда не люблю ни у кого брать в долг вообще. И сама тоже не люблю давать в долг. Даже если у меня будет сложная жизненная ситуация, я лучше пойду в кредит, чем возьму у кого-то в долг. Кстати, еще касательно денег. У меня у знакомой был парень, который постоянно у нее брал деньги. Я считаю, это неправильно. И опять же, в моих отношениях, если... То есть у меня будет трудная ситуация. Если у меня будет парень, я не скажу ему, что мне нужны деньги. Это как-то неправильно, я считаю. В общем, этот парень постоянно у нее брал деньги в долг. И недавно он мне написал на инстаграме... Они расстались уже давно, да? То есть около, наверное, 5 лет, наверное. Да, где-то 5 лет, как они расстались. И он мне написал, что... Типа, давай познакомимся. Я такая, я тебя знаю. Он такой, откуда? Я говорю, что ты встречался с моей подругой. И еще говорю, у нее в долг постоянно деньги брал. Он начал отрицать такой весь из себя. Нет, я работаю с 16 лет. Мне не нужны деньги девушек. Преобладающие большинство мужчин в Азербайджане, они не такие. Наоборот, джентльмены. Умеют добиваться девушек. Но везде есть исключения. Везде есть плохие люди. Вот. Причем, знаете, такой симпатичный парень. Ты все равно посмотришь на него... Никогда не подумаешь, что он такой. Как обалденно. Я очень хотела блины именно сделать тоненькие. Ну, посмотрите, какие они у меня толстые получились вообще. А давайте сделаем так. Давайте начнем читать ваши комментарии. А то я всегда на вопросы отвечаю. Вот здесь комментарий. Выкладывай вечером, пожалуйста. Тоже работаю не каждый день, а утром на работе некогда смотреть. То есть, если вы заметили, что я каждый день выкладываю видео, и уже по расписанию я выбрала утро. Вот видите, здесь люди есть, которые хотят, чтобы вечером. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, как лучше. Выкладывать под вечер или утром? В принципе, я, знаете, какой расчет делала? Я подумала, что вот кто хочет, может посмотреть мое видео и вечером, и после работы. Есть люди, которые ждут утром, поэтому для них уже видео готовое, чтобы было. Чтобы в течение дня кто-то просто не сидел и не ждал, что вот должно быть 6 часов вечера, и у Айки выйдет новое видео. Я реально сама в шоке и даже не ожидала, что когда-то мои видео кто-то будет так ждать. Но, как видите, это так, и это безумно приятно. Я очень хочу оправдать ваши ожидания. То есть снимать как можно чаще. Я уже почти все смела, у меня здесь 3 блинчика всего осталось. Какая я шустрая. Очень много вопросов касательно новой девочки. То есть я говорила, что в моих видео теперь вместо Фати будет другая девочка. Почему я это говорила? Я это говорила потому, что Фати уезжает то туда, то сюда, чтобы не было с кем снимать и видео было больше. Не чтобы Фати выгнать из моего канала. Не потому, что я ей завидую. А просто, чтобы для вас было больше материала. Но я заметила, что видео, даже где я одна, очень хорошо просматриваются. То есть я подумала, что если я буду снимать одна, это будет неинтересно. А сейчас я вижу, что вы все смотрите, пишите хорошие комменты. Предлагаете новые идеи. Нереально вкусно. Можно теперь вместо вопросов просто читать ваши комментарии. Я вчера посмотрела статистику. Вы представляете, за один месяц на моем канале набираются 6000 комментариев. 6000. Это так много. Даже не за месяц, за 28 дней. Следующий вопрос, который также я увидела в комментариях Александра Костчева. Может я неправильно произношу, извини. Сашенька. А снимать на YouTube это сложно? Нет, не сложно. Но человек не должен быть стеснительный. Потому что если у вас есть вот эта стеснительность, то навряд ли у вас получится снимать для YouTube. Самый главный совет для тех, кто хочет заняться YouTube. Это не сдавайтесь. Снимайте много. Вообще, знаете как? Я вот говорю, снимайте много. Но контент должен быть качественный. Если вы не можете снять качественно много видео, лучше снимите одно. Но оно будет ну прям шик, да? И хорошо смонтированное. Поэтому все опять же зависит от ваших сил, от вашей занятости. Также я очень бы советовала писать комментарии другим блогерам. То есть если вы начали снимать видео, большим плюсом будет, если ваш коммент где-то залайкают. Очень много людей. Но комменты тоже нужно писать, знаете, в нужное время, в нужном месте. Если вы пишете коммент, например, топовому блогеру, у которого под каждым видео, не знаю, 10 тысяч комментариев, то понятное дело, что ваш коммент никто никогда и не увидит. И не наткнется на ваш канал. Пишите начинающим блогерам. Заодно и они на вас подпишутся. И у вас появится хоть какая-то аудитория. Следующий вопрос. Кто ты по гороскопу? У меня день рождения 11 декабря. Я стрелец. Вообще-то, как вижу, в комментариях очень много интересных вопросов. Можно даже не переходить в инстаграм. Следующий вопрос. Каких азербайджанских блогеров ты смотришь? Вот честно, не хочу никого обидеть, но нет такого вот блогера среди девушек, да, опять же, которую вот прям я смотрю. Вот Руслана Джейм. Она, правда, на русском снимает, но мне как бы она нравится. В последнее время, правда, я на мукбанке пересела. Пересела. Вот. А так, в общем и целом, мне нравится то, что снимает Русланочка. Она очень приятная. И внешне, и очень классное у нее видео. Вот чисто блогеры, которые снимают на азербайджанском языке. Ну, я не смотрю. Может быть, это и интересно. Я просто больше русскоязычный человек. И мне как-то не по себе, когда я смотрю видео на азербайджанском языке. Но. Среди парней есть вайнеры. Очень смешные. Иногда, я думаю, может, мне тоже снимают для Инстаграма всякие вайны. Я все-таки себя позиционирую больше как ютубер. То есть, если вы заметили, у меня в Инстаграме даже страница закрыта. Зачем это делается? У меня в Инстаграме только зрители, которые подписались на меня, увидев мой ютуб-канал. То есть, нету случайных зрителей. Если я хочу и случайных зрителей, которые чисто случайно наткнутся на меня в Инстаграме, то мне нужно открыть профиль. Я этого делать не хочу. Потому что у меня и так подписчики растут. И именно позитивчики с моего ютуба подписываются на мой Инстаграм. Следующий вопрос. Как ты делаешь сама себе гель-лак? И где ты этому обучалась? Я не хожу в салон. То есть, если я могу сама сделать себе гель-лак. Даже получше некоторых мастеров, почему бы не сделать? Не могу назвать себя прямо самоучкой. Потому что я ходила к учительнице, к девушке, которая профессионально этим занимается. Я думала сначала пойти на какие-то курсы, заодно и получить сертификат. Но потом я пришла к выводу, что лучше не иметь сертификат, но уметь это делать, нежели иметь бумажку, но ничему не научиться. Я считаю, что лучшее обучение, это обучение наедине с педагогом. То есть, что тебе непонятно, ты можешь сразу спросить. А когда, например, в группе 5 человек, ты стесняешься задать какой-то свой вопрос. Это экономит мое время, то есть, мне не нужно никуда ходить. Когда хочу, я могу поменять цвет. Все, последний блин. Все пальцы у меня в нотелли. В последнее время каждый завтрак я снимаю для вас. Как это мило! А на этом все, я съела все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока! С вами был Игорь Негода.